Ангарская полиция перешла на усиленный режим работы. За охищение денежных средств банковских счетов возбуждено 325 уголовных дел. В округе активизировались грабители, карманные воры и интернет-мошенники. Ангарский округ отметил 5 лет со дня объединения. Если мы будем каждую территорию брать персонально, я думаю, что нисколько не покривлю душой, что жители оценят это позитивно. В территории окрепло, увеличился бюджет, а отдаленные поселки получили современные школы, поликлиники и дома культуры. Талант не имеет границ. Настолько мы друг другу доверились и углубились в процесс постановки, поэтому все пошло. Ангарчане с особенностями развития приняли участие в масштабном фестивале. Эфир телеканала «Актиз» продолжает информационная программа «Местное время» в студии Анны Дергаусова. Здравствуйте. Ангарская полиция перешла на усиленный режим работы. Причина – обострение криминогенной обстановки. При Ангаре активизировались грабители, карманные воры и интернет-мошенники. Связано это с приближением новогодних праздников. Ангарчане просто теряют бдительность и легко становятся жертвами обмана или преступления. Мария Константинова продолжит тему. Где много людей, там и орудуют злоумышленники. Продовольственные рынки, продуктовые магазины, общественный транспорт – любимые места для любителей легкой наживы. В преддверии нового года люди, как правило, спешат и не обращают внимания на простые мелочи. Предпраздничная суета очень выгодна для злоумышленников. Активность торговая будет нарастать практически до 16 часов 31 числа. Потом уже все люди сядут за стол. Поэтому большое внимание необходимо уделить тому, где мы находимся, что мы пытаемся приобрести. Это может быть и товар за наличные деньги на различных рынках. В том числе даже приобретение чего-то вкусного. Практически каждый рынок на сегодняшний день, в том числе продовольственных товаров, имеет платежную систему, которая позволяет рассчитываться картой. Но жертвой обмана можно стать и не выходя из дома. Например, при заказе желаемого подарка на сомнительном интернет-сайте или переходе по ссылке заманчивого предложения, где потребуется ввести свои персональные данные, логин и пароль электронной почты. В таком случае можно не только остаться без покупки, но и лишиться собственных сбережений. Арсенал способов обмана у злоумышленников пополняется ежедневно. Не доверять, во-первых, звонкам с операторов, которых они не знают. Во-первых, они используют номера других регионов зачастую. Во-вторых, работники банков, как уже было неоднократно сказано, никогда не будут просить продиктовать номер карты, какие-то реквизиты карты, персональные данные человека, который использует данную карту, номера телефонов и так далее. То есть нельзя доверять данным гражданам ни в коем случае. О том, что ангарчане регулярно становятся жертвами интернет-мошенников или грабителей, говорит криминальная статистика. Раскрыть такие преступления очень сложно. Вора за руку не поймаешь, интернет-аферисты быстро заметают следы и придумывают новые схемы обмана. За охищение денежных средств банковских счетов возбуждено 325 уголовных дел, по которым обязательно предварительное расследование, а также возбуждено 197 уголовных дел по статье 159 части 2, то есть мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину. Из них, мошенничество в сфере информационно-коммуникационных технологий, возбуждено 101 уголовное дело. Раскрыто и направлено в суд, то есть люди, по которым зломышленники установлены, доказана их вина, предъявлено обвинение. По охищениям с банковских счетов это 40 уголовных дел, по мошенничествам это 55 уголовных дел. Не дай отпраздновать Новый год за свой счет. Такую акцию проводят оперативники уже восьмой раз, напоминая ангарчанам об элементарной осторожности. По городу расклеены памятки, в крупных торговых местах звучат голосовые оповещения. Предупрежден, как говорится, вооружен. Но главное, в праздничных хлопотах не забывать о бдительности. Мария Константинова, Дмитрий Швецов. Местное время. Продолжаем выпуск. Трех жителей округа подозревают в наркоторговле. Двух женщин и мужчину задержали сотрудники полиции совместно с активистами фонда «Город без наркотиков». По данным оперативников, арестованные сбывали героин. Свой бизнес ранее судимые местные жители развернули в сентябре этого года. Товар продавали из рук в руки. Использовали методы конспирации. Однако уже к концу осени оперативникам удалось выйти на распространителя. При обыске у мужчины обнаружили более 6 граммов запрещенного вещества. Руководил группировкой цыган. Также у него было две девушки наркозависимые, которые распространяли героин. С ними он рассчитывался наркотиком. В настоящее время все трое задержаны, заключены под стражу. Возбуждены два уголовных дела, в том числе и о попытке сбыта героина в крупном размере. Сбытчика может грозить до 20 лет тюрьмы. К другим темам. Ангарскому городскому округу сегодня исполняется 5 лет. Судьбоносное решение об объединении города и района было принято 3 декабря 2014 года на сессии Законодательного собрания региона. Тогда за образование единого округа парламентарии проголосовали единогласно. Бюджет округа заметно сэкономил на содержании двух администраций и ДУМ и вышел на новый уровень развития. Сегодня на расширенном совещании в мэрии подвели итоги пятилетних преобразований. Пять ДУМ, пять администраций и настоящие двоевластия. Таким был Ангарск до 2014 года. Пять лет назад, 3 декабря, ангарское поселение превратилось в городской округ. Решение мэра Сергея Петрова изменить статус территории полностью поддержал тогда руководитель региона Сергей Ерощенко. Идея также была одобрена парламентариями того созыва. Сегодня на пресс-конференции вспомнили, каким был наш город при прошлой власти и каким стал сейчас. С 2004 по 2014, потому что в пятом году только выборы проходили, а решения ранее принимались. Это все было 10 лет постоянного, даже не войны, войну это назвать нельзя. Это, наверное, можно сказать, грызня какая-то. В попытках доказать, что твоя позиция самая правильная, самая верная, при этом самое интересное, что абсолютно все говорили в один голос. Нужно объединяться. Тогда в местных органах власти, в местных думах во всех пяти наших муниципалитетах проголосовало общее количество 75 человек за единогласно. С новым статусом изменился и бюджет территории. Если в далеком 2014-м на развитие поселения привлекалось 178 миллионов рублей, по словам главы округа, сегодня эта сумма достигает 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Если окунуться в историю, практически 25 лет в Ангарске ничего не строилось. Сейчас наш округ может похвастать такими крупными объектами, как современная школа в 7-м А микрорайоне, большая и комфортная школа в микрорайоне Китай, новые детские сады, а также ремонт дорог и озеленение улиц. Все это делается за счет не только муниципальной казны, но и с привлечением средств из бюджетов других уровней. Положительные изменения наблюдаются и в отдаленных территориях Одинске, Саватеевке и Мегете. Если мы будем каждую территорию брать персонально, я думаю, что нисколько не покривлю душой, что жители оценивают это позитивно. У нас масса вещей, которые просто десятилетиями не решались. Это освещение улиц, асфальтирование этих улиц, это появление инфраструктуры для детей, спортивные площадки, корты. У нас появились во всех деревьях, селах нормальные, полноценные, современные корты для занятий спортом, как в летнее, так и в зимнее время. В Мегете заработала поликлиника, открылся детский сад. Сейчас проектируется школа искусств. В Саватеевке произведен ремонт котельной, налаживается инфраструктура. В Одинске также ремонтируются дороги и идут работы по монтажу уличного освещения. Как отметил глава округа Сергей Петров, важно для каждого муниципального служащего сегодня работать эффективно, на благо территории. Мария Константинова, Дмитрий Швецов. Местное время. Талант не имеет границ. Творческий фестиваль под таким названием проходил сегодня в Ангарске. Мероприятие приурочено к ежегодной декаде инвалидов. А потому артистами выступили люди с ограниченными возможностями здоровья. О том, какими талантами могут удивлять наши земляки, расскажем в следующем сюжете. На сцене эти ребята впервые, однако, несмотря на некоторое волнение, свою роль держат достойно. В этом году фестиваль «Талант не имеет границ» представлен настоящей театральной постановкой. Произведение по пьесе Владимира Ильюхова «Третий лишний» рассказывает зрителям о главном – о дружбе. Может быть, понять он что не сможет, может быть, обидится на друг. Все равно сказать ты правду должен, ведь на то и нужен лучший друг. Режиссеру театра студии «Шкода» Ольге Горбуновой работать с особенными детьми довелось впервые. По словам постановщицы, сложности во взаимодействии с артистами практически не возникало. По началу, да, мне казалось, что это будет немного сложно, потому что я погружалась очень долго в их мир. Нужно было понимать, как разговаривать с ними, какой-то особый подход к каждому ребенку, особый язык. Но со временем, настолько мы друг другу доверились и углубились в процесс постановки, поэтому все пошло и поехало. Кроме спектакля, участникам мероприятия еще было чем удивить ангарчан. Так, в выставке, приуроченной к традиционной декаде инвалидов, авторы представили зрителям более сотни творческих работ. Организатор Центра поддержки общественных инициатив пригласил к участию сразу несколько детских организаций, работающих с людьми с ограниченными возможностями. Вы видите, что у нас все работы, практически все дети с ограниченными возможностями, и подавцы, и ДЦП, и у кого проблемы с руками, проблемы с интеллектом, постарались внести свою лепту. И цель наша была показать вот такой макет доброго ангарска, каким его видят наши дети. Потребность самовыражений крайне важна для любого ребенка, в том числе и для ребят, имеющих проблемы со здоровьем. Ведь именно творчество, созидание, взаимодействие со зрителем дает возможность открыться миру без оглядки на свой недуг. Александр Вычков, Антон Бархатов. Местное время. В предвкушении Нового года и ангарские артисты. Дворец культуры «Нефтехимик» подготовил для ангарчан массу зрелищных постановок, концертов и спектаклей. Как не пропустить? Самое интересное знает моя коллега Ирина Шавлюк. Накануне в этой студии она побеседовала с директором Дворца культуры Антониной Кокошниковой. А у нас в гостях сегодня директор Дворца культуры «Нефтехимик» Антонина Владимировна Кокошникова. Антонина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Театральный сезон во Дворце культуры «Нефтехимик» начался в октябре. Сегодня мы поговорим о том, какие сюрпризы для зрителей готовит нам Дворец культуры. Ну, начну с начала декабря, 7-8 декабря в эти дни, до 7-8 идет подготовка горячая к традиционному конкурсу, фестивалю сценического бального танца «Байкальская орхидея». Но в этом году наши традиции переходят в инновации. Что это такое? Сегодня «Байкальская орхидея» – это более широкий, расширенный проект, где свои силы и таланты могут испытать, продемонстрировать люди разных возрастных групп, от юниоров до гранд-сеньоров. Ну, а когда на сцену выйдут танцоры в стиле брейк и акробатический рок-н-ролл, это, конечно, вдвойне интересно. Особенный фестиваль, сценография, режиссура, тысяча участников, такого никогда еще не бывало у нас, 40 коллективов. И все это можно увидеть своими глазами на протяжении двух дней. 8 декабря театр «Чудак» ждет на свою премьеру. «Авантюрная комедия». Режиссер Александр Говорин ждет в помещении своего театра любителей театра. 10 декабря Дворец культуры «Нефтехимик» в рамках проекта «Победителя» школы актерской импровизации и в рамках совместного нашего проекта Дворца культуры «Нефтехимик» телекомпании «Актис. Открытая сцена» проводит замечательное большое театральное шоу-представление «Дело в шляпе». Это увлекательное, опознавательное, детективное, развлекательное представление пройдет с участием ведущих театральных коллективов «Ангарска» и «Иркутска». И, конечно, творческие силы подключатся в этот проект. Ну, я хочу сказать, что мы этим мероприятием закрываем празднично так, торжественно год театра. Какие новогодние сюрпризы готовят? Разминаться будем, начнем с 13 декабря. 13 декабря у нас замечательный праздник. Это праздник для нас, правда, творческий вечер Павла Скороходова. 35 лет на сцене. Ангарчане знают все, за что берется Павел Скороходов. Это все высокого полета и качества. 21 декабря мы открываем празднично, торжественно городскую главную елку в нашем Ангарске. Значит, здесь будут очень интересные сюрпризные моменты, потому что сюда к нам на площадь, на праздник, зайдет парад Дедов Морозов. Потом наших ангарчан-земляков ждет интересная праздничная новогодняя программа. Небольшой, маленький такой фейерверк. Разные сюрпризы для ребятишек. Поэтому мы всех ждем на площади Ленина в 16 часов 30 минут, 21 декабря. Сейчас мне хочется просто сказать, внимание, внимание. Полным ходом идет подготовка к 14-му традиционному городскому конкурсу «Мисс Снегурочка». Хочу сказать, что этот проект реально нереальный. Это именно та зимняя, новогодняя волшебная сказка, о которой мечтает каждый из нас, и взрослый, и ребенок. Я хочу сказать, что отборочный тур завершен. 20 участниц готовятся старательно, идут верной дорогой, верным путем. Это большой труд. Шьются костюмы, готовятся декорации, пишется музыка, идут репетиции. И скоро, скоро, совсем скоро, 29 декабря в 12 часов мы узнаем, кто станет обладателем шубки, волшебной шубки и короны «Мисс Снегурочки» 2020 года. Антонина Владимировна, а чем порадуете взрослых? Для них мы приготовили особенную программу. Новогодние корпоративы с программой «Поели, попили, потанцевали, поели» уже надоели. Хочется чего-нибудь новенького, интересного, вкусненького. Мы предлагаем Дворец культуры «Нефтехимик» мандариновое пати. Оригинальная, яркая, интересная программа. Я думаю, она обязательно понравится всем, даже искушенным нашим гостям. Вот такой щедрый и необычный репертуар подготовил нам Дворец культуры «Нефтехимик» в декабре месяце. Антонина Владимировна, спасибо, что рассказали нам. Очень интересно, увлекательно. И я надеюсь, что зрителей во Дворце культуры будет предостаточно. Всего доброго, до свидания. До свидания, Дворец ждет и вас. Спасибо. И к новостям спорта. Ермак, наконец, подарил яркую победу своим болельщикам. Накануне оранжевые в рамках чемпионата ВХЛ на домашнем льду обыграли хоккеистов «Бурана». Первые два периода для хозяев складывались не очень удачно. Гости повели в счете, а потом и вовсе удвоили свое преимущество. Казалось, шансов на положительный для Ермака исход матча уже нет. Однако в конце второго отрезка игры ангарчане активизировались и ринулись в атаку, сумев до свистка забросить две шайбы и тем самым сравнять счет. Третий период остался полностью за подопечными Андрея Кирдишова. 5-2. Итог встречи. Следующий матч Ермак проведет также на своем поле против хоккейного клуба «Тамбов». И такова основная картина дня. Все новости доступны также в интернете на сайте актестиви.ру и на нашей страничке в Инстаграм. А в 21.30 не пропустите художественный фильм «Розыгрыш». Я же с вами прощаюсь, всего вам доброго, до свидания.